Я просто люблю кино, всю жизнь смотрел кино и в детстве очень любил кино. Мы, я не знаю, все семьи смотрели всегда кино и тогда в 90-х был очень... все брали и кассеты в прокат, простые VHS-кассеты и у нас дома был видеомагнитофон, может быть не у многих был тогда видеомагнитофон. В начале 90-х и то есть в принципе я был таким спокойным ребенком, хулиганом я не был и вот я много смотрел кино и я не знаю в какой-то момент вот во мне пробудился к этому интерес, я стал покупать журналы где есть какие-то статьи про кино, в кино можно рассказывать какие-то истории, кино это вообще в принципе интересная история, поэтому мне кажется может быть у меня просто такая была тяга рассказывать людям какие-то истории. Первый свой фильм я снял в 2008-м, четыре года искал работу, я сделал хитрее, вот у меня были товарищи, которые со мной учились, которых я знал там и мы вместе писали сценарий, мы рассылали сценарий по кинокомпаниям, это были в основном комедии, потому что тогда было время в принципе комедии, комедия это недорогой жанр, то есть он дешево стоит, то есть это достаточно, чтобы было смешно, то есть когда ты делаешь комедию, тебе не нужно конкурировать там с Голливудом допустим, и вот мы вот четыре года писали, и вот в 2008 году один наш сценарий купили, и я попросился туда режиссером, я сказал, что я на самом деле режиссер, просто я пишу сценарий, чтобы меня заметили, и вот это был мой первый фильм, и соответственно он хорошо прошел в прокате, и потом уже меня взяли снимать служебный роман, тоже пригласили меня снимать, потому что у моего первого фильма «Лопухи» он назывался, был хороший успех для тех времен, там, для 2009 года, и вот уже служебный роман очень, ну тоже очень громко прошел в кинотеатрах. — Мы брали, про меня не спрошу. — Пусть ко мне зайдет новосельцев. — Да какой новосельцев? — Солнце и дело, что никакой, безинициативный. — Принтер не отвечает. — У вас даже принтер не отвечает? — С 2014-го там я вот немножечко в более серьезной режиссуре, да, там это еще началось, то есть у меня есть голливудский фильм, называется «Ограбление» по-американски, где играет Эдриан Броуди. Соответственно, вот Эд, наверное, такой самый важный, один из самых важных пунктов в карьере. — Ты должен доверять мне, Джимми. Мы всегда были с тобой против всего мира. — Землетрясение мы сняли в 2015 году, это было пять лет назад, это уже давно, на самом деле. И вышел он в прокат в 2016-м. Успехи были большие, то есть это самый кассовый этнический фильм вообще на территории России за последние 30 лет. Самый успешный. Ну, то есть это, по сути, кино про армян, с армянами в главных ролях, и оно в России очень успешно, его очень любят это кино. Почему я его решил снять? Потому что, когда было землетрясение, мне было 4 года, мы были в Ереване, я был в детском садике, и у нас повылетали стекла. Я помню, мама моя была у меня воспитателем, мы бежали на улицу, я помню панику, я вообще помню всю эту ситуацию, помню это горе, которое обсуждалось так, и, ну, помню все. То есть помню, как и родственники ездили помогать, и даже гробы, помню, которые везли по городу. То есть на меня, как на ребенка, это произвело большое впечатление, и я всю жизнь мечтал сделать об этом кино. У меня есть один сценарий готовый про армян, про великую Отечественную войну, вторую, соответственно, ну, скажем так, про Вторую мировую войну, как, ну, в принципе, нет ни одного фильма про армян во время Отечественной войны, и, соответственно, мы потеряли, ну, все-таки ушло 600 тысяч армян на войну. И очень хотелось это сделать, и хочется это сделать, потому что есть даже документальные съемки, как армяне танцуют в Кучари у Рихстага. И моя история про это, то есть про армянских музыкантов, которые идут на войну, и несколько из них, скажем так, доходят. И вот в конце, ну, там, в Кучари, в прошлом году я хотел сделать документальное кино про геноцид, и мы, я, папа, там, брат мой, еще несколько человек, мы поехали, я говорю, в Западную Армению, но сейчас это Восточная Турция, мы поехали вот в Эрзрун, в Карц, в Терджан, вот в эти города, откуда мои предки. И мы там это все снимали, изучали, снимали вот какие-то участки, где, ну, как бы, точно армяне бежали во время геноцида, там, мосты, парад, и очень много каких-то таких вот сделали документальных съемок. Я хотел, ну, сделать документальное кино, там, на идею, деньги на цифры. Я просто думаю, что, может быть, я успею это сделать в этом году, в 26 апреля, а если не успею, то, наверное, в следующем. Я каждый год приезжаю 3-4 раза. Я, в принципе, люблю Армению. Субтитры подогнал «Симон»